Рассказывать, кто и как создавал одну из самых старых украинских библиотек, ее нынешний директор может часами. Учреждение основали в конце 19 века. Опекались библиотекой профессора университета. Серед засновников был Микола Миколаевич Бекетов, профессор Харьковского университета, императорского университета. Были такие видатные люди, как Христина Алчевская для Харькова, это тоже знаковое имя. Это был Микола Федорович Сумцов. Люди неравнодушные рассылали письма по Российской империи с просьбой подарить книгу учреждению. В Харьковы здания стекались со всей страны. Дарили при жизни и завещали после смерти. Писатель и публицист Григорий Данилевский оставил в библиотеке больше трех тысяч изданий. Они сейчас здесь хранятся, остались в хранилищах и самые первые книги, с которых библиотека начиналась. Они до сих пор стоят под номерами 1 и 2. В библиотеке имени Короленко хранится несколько тысяч старинных, редких книг. Например, вот эта хроника начала 17 века. Здесь переплет из натуральной кожи и более 600 страниц текста, написанного от руки. Пролистать такую книгу может далеко не каждый. Для этого нужно получить специальное разрешение. Редкие книги выдают в основном ученым. К книгам старинным обращаются и люди творческие, за вдохновением. У нас работают художники, которым нужно прикоснуться к этой технике гравюры в украинских старопечатных изданиях 16-17 столетий. Тысячелетняя история. Рукопись 14 века. Поэма немецкого сатирика Себастьяна Бранта с иллюстрациями Альберта Дюрера. Это книги уникальные. В мире таких единицы. Книга эта принадлежала Николаю II, находилась в его личной библиотеке. Это очень хорошая типографская работа. И сама крышка переплета, и сам форзац сделаны очень красиво. Очень красивое художественное оформление. Кожаный корешок с золотым тиснением. Книги, которые читал сам император, в библиотеку Короленко попали после революции. В годы Великой Отечественной сотни тысяч изданий были вывезены из Харькова. Так библиотека утратила уникальную коллекцию карт. Читателей было мало ходило. Тогда было холодно, холодно и так далее. Но человек 20 обычно сидело в зале, читали. О том, как работала библиотека в войну, рассказывает один из самых преданных читателей. В библиотеку Короленко он ходит с 1944 года. В свои 82 готовится к научной конференции. Харьковская века всегда была очень достойной. Вспоминает, в советские времена в гардеробе были очереди. А в читальном зале свободного места не найти. В начале века здесь не только читали, но и слушали музыку. Ходкевич тут выступал, тут выступал Хорлі Антовича, тут выступал и Глієр, Нейгаус. Тобто, це найвидатніші музыканти епохи. В цих стінах бывали і знакові для епохи поэты. Свої стихи здесь читали Анна Ахматова і Владимир Маяковський. А зараз ми з вами пройдуємо святая святая бібліотека, книгосховище. Ви бачите прохід, прохода немає. Але я сьогодні дозволяю вам побачити наше книгосховище. Будь ласка. Директор ведет журналистов туда, де не ступало многочитателя. Це сердце бібліотеки. Тут більше семи мільйонів книг. Капитального ремонту в хранилищах не було десятилетиями. Стены буквально трещат по швам. Хранилища переполнены. Ми все понимаємо, що сохранність фонда, в першу чергу, це те нормальні, комфортні, в котрих знаходиться наша книга. Якщо вона стоїть плотно, і ми її кожний раз витаскаємо і подаємо, то це вже чревато для її сохранності. Щоби сохранити многомільйонний фонд, в бібліотекі потрібно нове поміщення. Харківські чиновники кажуть, поміч не можуть. Бібліотека подчиняється Києву. Якщо Министерство культури обращається в адміністрацію, в даному случае, в Харківській адміністрацію, то только после этого включається механізм, в тому числі в даному случае, може, поиска поміщенья. Директор бібліотеки говорить, столичним чиновникам о бедах Харківській бібліотеки пишет уже не один год. Но дело с мертвой точки так і не здвинулось. Даже к 125-му дню рождения, который здесь отмечали недавно, власти не подарили бібліотекарям хотя бы надежду, що вскоре їх учреждення заживёт новою жизнью. Валерия Шапаренко, Борис Буцевич, Павел Кубраков, Іван Наконечний. Об'єктив. Неделя.